Я увидел его в метро. Быстро отвел взгляд, когда он проходил мимо. А после, стараясь не вызывать подозрений, последовал за ним. Выглядел он, мягко говоря, очень странным. Сантиметров на 20 выше всех окружающих людей. Аномально худой, а голова асимметрично маленькая и неподходящая телу. Казалось, что это два маленьких человечка, один из которых сидит на плечах у другого. Или же человек нормального роста, спрятавшийся в пальто и зачем-то прикрепивший на свою голову еще одну. То, как он был одет, лишь усиливало мои подозрения. Простое серое пальто, заношенные джинсы, туфли, маленькая коричневая шляпа. И на левом плече, продавливая гладкий материал и подчеркивая его худорбу, висела синяя барсетка. Пальто явно было ему велико. Рукава безжизненно свисали вдоль тела и оканчивались пустотой. В них не было видно ни кистей, ни даже кончиков пальцев рук. Человек не садился, хотя с ним рядом было несколько свободных мест. Без движений стоял напротив дверей вагона, дожидаясь остановки. На каждой из станций он переходил в следующий вагон все дальше от центра. Через четыре остановки он направился не в сторону следующего вагона, а к выходу. Заинтересованный таким поведением я вышел за ним. Смотрит прямо перед собой. Пытаюсь вспомнить его глаза темно-карие. Не помню, чтобы они двигались, но голова не похожа на манекен. Я видел, как он моргал. Четко запомнил, что шея и подбородок у него были покрыты щетиной, а от затылка вниз скатывались капли пота. В дверных проемах человек нелепо сгибается и проходит полуприседе, завороженный его костностью и несоответствием скрытой в нем фальшью. Я попробовал повторить его походку. Не вышло. Возникло ощущение, что колени у него располагались очень низко. Или же он не шел, а бежал маленькими шажками. Я не замечал прохожих, не видел названия улиц. Я был загипнотизирован загадкой, шедшей впереди меня и размазывающей своими туфлями подтаявший снег. Он подошел к подъезду. В развалку поднялся по лестнице. Мне пришлось пробежаться, чтобы успеть придержать дверь. Он заметил меня, но не заговорил. Увидев, что он смотрит на меня, я окончательно решил для себя – не манекен, значит двое. Лицо у верхнего было нормальных пропорций, не карлик. Мое воображение рисовало под пальто гномов смешные образы из детства. Сегодня я увижу их вживую. Выйдя из лифта и начав спускаться по лестнице, человек запнулся и пробежал вперед. Около квартиры, не успев открыть дверь и убедившись в том, что я все еще иду за ним, он обернулся и замер, сжимая что-то в кармане. На меня смотрело испуганное лицо. Он сглотнул и дрожащим голосом спросил. «Вам что-то от меня нужно?» О, этот испуг! Он понял, что я раскусил его. Мое желание стало железобетонным. Я не понимал, что говорю бубнил что-то про то, что он подходит мне как фотомодель и я готов заплатить деньги, хочу предложить работу. В этот момент я буквально видел, как сняв с него пальто, увижу этих гномов. Но на них был свитер. Проклятый свитер до колен. Я не понимал, как в такой тесноте могут поместиться двое. Я даже начал сомневаться. Квартира была бедной, полупустой и чистой. Из мебели был виден только шкаф. Кроме шкафа в коридоре висело большое зеркало и часы. Старые, еще советские. На двери в кухню были сделаны зарубки. Первая где-то на уровне моего пояса, а последняя немного ниже, чем затылок длинного человека. Клетчат и линолеум в коридоре и полосатый на кухне. Холодильник, газовая плита, стул. Я запомнил детали так хорошо, потому что, боясь выдать себя, смотрел куда угодно, только не на спрятавшихся гномов. Он предложил мне чай и бутерброды. Я согласился. Нетерпение внутри меня росло. Слишком плавно двигалась эта кукла, слишком отчетливо прогибалась в пояснице. Механически наблюдая, как худые руки ножом размазывают по хлебу масло, внутри себя я перебирал все варианты и предлоги, которые заставили бы снять его свитер. Я снова начал говорить что-то про фотографии, про то, что для них очень важно увидеть его торс. Тот, кто был сверху, запротестовал, изображая смущение и испух. Но я раскусил его игру, увидел смех в его глазах. Он издевался надо мной. Вскочив, выхватив нож и ударив рукоятью его в лицо, я приказал снять свитер. Я знал, что они под ним. Я сгорал от нетерпения. Болезненное худое тело с выпирающими наружу ребрами, впалой грудной клеткой и фиолетовым родимым пятном, тянущимся от подмышки к пупку. Во мне что-то лопнуло. Я не верил, что это просто не могло быть правдой. Они должны быть тут, внутри. Человек пытался спрятать родимое пятно. Обхватил себя руками и опустил голову, сделал шаг к дальнему от меня краю кухни. Увидев, как он раскачивается, я понял, что нужно сделать и бросился к нему. Нож был тупой, застревал между ребрами. Масло смешалось с кровью и в тот момент, когда тело упало, скатилось с него на пол. Обертка никак не хотела раскрываться и я пробовал по-другому. Вскрыть через живот было проще. Нож как будто распахнул для меня потаенную дверь. Брызнувшая кровь попала мне в правый глаз. Я заморгал. Думаю, именно тогда они и успели убежать. Каждый раз, когда мне снова удавалось открыть глаза, вокруг меня становилось все больше и больше красного. В какой-то момент нож утонул в груди кишок. И я начал вытаскивать внутренности руками. Нижнего гнома нигде не было. Я рылся в этой каше, пытаясь поймать его, вытаскивая и выбрасывая один за другим противные слизкие мешки, за которыми он мог спрятаться. Чудо не произошло. Я сидел посреди комнаты рядом с распотрошенной куклой в эпицентре разбросанных кишок и внутренности и плакал. Они опять убежали от меня оба. Даже тот, что был наверху. До того, как я раскрыл этот костюм, он еще был там. Я видел его за этими линзами. А теперь, теперь он исчез. И на меня смотрели два пустых мутных шарика. Чудо не произошло. Неужели и правда вокруг нас нет никаких чудес? Рядом с нами не живут сказочные существа. Мне было очень горько от этого. Реальность была чрезвычайно сложно принять. Я был разбит. Мне хотелось залезть под одеяло, свернуться клубочком и уснуть. Я встал, скользя, вышел в коридор. Собрался было выйти на лестничную клетку. Как вдруг произошло то, что заставило меня расхохотаться от восторга. Я понял. Я понял, куда они спрятались. Один из гномов подмигнул мне. Я понял, куда они спрятались. Я понял, куда они спрятались. Продолжение следует...